Добрый вечер, уважаемые дамы и господа! Добро пожаловать на видеообзоры от Паблита! Сегодня наш гость очень нужная вещь. Я очень люблю путешествовать и достаточно часто сталкивался с тем, что ваши телефоны, GPS, книжки, планшеты рано или поздно вдали от благ цивилизации имеют особенности садиться. И в один прекрасный момент вы остаетесь без связи или электроэнергии. У меня было несколько таких неприятных моментов, и после этого я озадачился в выборе портитивного источника встания, который подзарядит все мои электрические девайсы, которые я беру с собой. И выбор мой пал на вот такой вот интересный бренд, как PowerMonkey. Он делает свои изделия достаточно мощно, влагозащищенно, ударостойчиво. И сегодня с одним из продуктов я хочу вас познакомить. Так, встречайте, PowerMonkey Extreme. Что он себя представляет? Коробка достаточно такая, качественная, матовый картон, полноценная печать, крышка на магнитах. Внутри мы ее находим. Несколько чехлов. Инструкцию подробную. Зарядное сетевое устройство от сети 220 вольт. Итак, давайте посмотрим, что же у нас внутри заветной коробки. Коробочка имеет бокс, даже я буду так называть, мягкие стенки. Вы можете на него сесть, ничего с ними не будет. Внутри находится собственный источник питания, он же аккумулятор. И солнечная панель. Все упаковано очень плотно. Но это много места не занимает. Во втором мешочке на липучке у нас находятся переходники, шнурки и прочие необходимые для заряда вещи. Для того, чтобы подзарядить аккумулятор, он был у вас готов, у вас есть блок питания. И к нему куча вилок, если вы соберетесь в Англию, в Америку и в прочие другие страны. То есть вы нигде не останетесь без зарядного устройства. Меняются они достаточно легко и быстро. Так, давайте поднимемся поближе. Что из себя представляет? Начнем с солнечной панели. Пластик такой приятный резиновый на ощупь. Она раскладывается, достаточно большая. Имеет ремень для того, чтобы вы прикрепите могли на рюкзак или на какие-то другие вещи. Снизу располагается индикатор. Когда свет светит на нее, он включается. Позволяет вам, поворачивая ее к солнцу, следить за тем, чтобы шел заряд. Снизу ее стандартный USB разъем. Батарея. Легкая конструкция. Прошу обратить внимание. Сверху имеет сенсорную панель. Работает как голыми руками, так и перчатками. Показывает вам уровень вашего заряда. Это очень удобно, контролируйте. Также индикатор меняет цвет. Время заряда он красный. Когда заряд заканчивается, он зеленый. Крышки достаточно плотно прижимаются. Поверхность резиновая и пластиковая. Поверхность, вы видите, имеет бортик, который прижимается и герметизирует тем самым батарею. Поэтому, если вы хотите, чтобы она у вас была защищена от воды, контролируйте крышки. Сверху у нас находится гнездо, в которое поступает питание или от адаптера питания, или от солнечной батареи. В нижней части у нас находится USB-порт, который дает стандартных 5 Вольт 500 А. И дополнительно, если вам надо зарядить энерго-емкие девайсы, такие как iPad, вы вставляете сюда переходник. И он вам дает ток выше. В районе 1, по-моему, ампера. А, 2,1. В ров-роу, по-моему, 2,1. Так вот, эта крышка аналогична, герметична. И не забывайте ее также закрывать. Итак, что из себя представляет система? Зарядить, как я вам говорил, можно его от источника 220 Вольт аккумулятор, или от батареи. Уберем шнур, который идет в комплекте. Вставляем его USB-бережда. Вставляем в соответствующее гнездо батареи. Когда будет светить солнце, пойдет заряд, о чем нам укажет индикатор. И при этом можно сразу заряжать необходимое вам устройство. Если же солнца нет, то ли вечер, ночь, или пасмурно. Вы можете пользоваться батареей, если она у вас заряжена. И заряжать различные от нее устройства. Итак, как это выглядит. Используется тот же самый шнур. Мы берем, вставляем его в USB-порт. Возьмем экшн-камеру, к примеру. К примеру, к примеру, с камерой мини-USB. Выбираем его из ассортимента нужных нам разъемов. Вставляем. Подключаем. Заряд пошел. О чем нам символизирует красный индикатор. Так же мы можем подержать книжку, у книжки microUSB, берем необходимый разъем, подключаем книгу, заряд идет, о чем нам свидетельствует красный такой достаточно яркий индикатор, айфоны, айпады, лучше и быстрее заряжать другого порта, мы берем переходник, и соответственно берем нужный шнур, сейчас прибегу шнур, берем стандартный шнур, вуаля, ряд идет, все очень удобно и продумано, весь комплекс достаточно легкий, вы можете при этом говорить по телефону, ничего не мешает. Разъемов большое количество, хватит практически на все распространенные модели телефонов, вот если не хватит, всегда идут сейчас в комплекте к телефонам шнуры с USB разъемами, вы сможете подключить спокойно к своему прибору все необходимые источники. По поводу размещения, мы берем рюкзак, берем солнечную панель, фиксируем ее фастексом, но надежно никуда не денется, можем дополнительную часть пристегнуть, не забывайте, что закрытая часть будет не вырабатывать энергию, соответственно менее эффективно, поэтому если есть возможность, пытайтесь крепить ее посередине, чтобы не закрывать, собственно, элемент солнечной батареи. подключаем. Берем наш шнур, проводом, чтобы не мешал провод, подключаем батарей, батарей, положим в карман, подключаем, допустим, наш телефон. С таким комплексом вы можете идти спокойно, выговаривать во время входьбы, и у вас будет заряжаться как аккумулятор, так и телефон. Более детально я остановлюсь в своем обзоре об этом великолепном устройстве, читайте нас и спасибо за то, что вы тратили свое время на меня. Всего вам доброго.